Я всех приветствую и вы на канале InvestKing. И сегодня у нас лучшие дивидендные акции, которым не страшен кризис. Даже если случится кризис, эти компании не особо сильно пострадают и не особо сильно потеряют свои доходы. Эти компании будут стабильно продолжать платить дивиденды, они могут просесть, но их просадка будет несущественной и намного ниже рынка. Также все эти компании платят неплохие дивиденды, а значит на полученные дивиденды во время кризиса вы сможете покупать уже более просевшие активы, то есть какие-то ростовые акции или акции рост плюс дивиденды, что конечно же существенно увеличит доходность. Поэтому я надеюсь вам понравится этот ролик, ну а я желаю вам приятного просмотра и приятного аппетита всем, кто кушает. Ну а мы начинали. И начну я пожалуй с акции компании General Mills, тикер ГИС, американская корпорация-производитель пищевых продуктов. В портфель компании входит более 100 таких известных брендов, как Зеленый Великан, Пилс Барри, Колумба Йогурт, Бетти Крокер, Йоплейнт и многие другие. Продукция General Mills производится в 15 странах и продается более чем в 100 странах мира. За что многим известна эта компания, так это за их готовые зерновые завтраки или же просто хлопья, которые и так обожают детей, ну и не только. Я думаю многие пробовали такие готовые зерновые завтраки с молоком, поэтому знают как это удобно и имеют представление что это такое. И все же это довольно таки вкусно. Так как это продукты питания, компания будет продавать их независимо от положения дел в мире, потому что в любом случае кушать всем хочется и естественно покупать продукты питания будут всегда. Поэтому за безопасность доходов компании можно не волноваться. У компании мы наблюдаем растущую выручку и растущую чистую прибыль, а также рост свободного денежного потока или же фри кашфлоу, что конечно же нас очень радует как инвесторов. С долгами у компании нету серьезных проблем, но не сказать что их вовсе нету. У компании есть закредитованность, но покрытие процентов по кредитам или же показатель interest coverage составляет 7. Этот показатель показывает насколько компания в состоянии выплачивать проценты по кредитам. Составляет он 7, как я уже говорил ранее, что означает, что лишь 1 седьмая от прибыли требуется для покрытия процентов по обязательствам. Что в целом я считаю довольно таки неплохой и безопасный уровень. Поэтому с долгами компания спокойно справляется. Что касаемо показателей маржинальности, то у компании они на отличном уровне. И причем для компании сектора пищевой продукции они очень высокие. Чистая маржинальность составляет 13%, что вообще в целом средний уровень. Но для этого сектора это просто невероятный уровень. Потому что средняя по сектору чуть больше 3, а у нашей компании 13. Что значит показатель general mills в маржинальности. Больше чем в 4 раза превышает среднюю по отрасли. А вот показатели ROA и ROA, которые показывают насколько выгодно вкладываются активы и капитал компании. Составляют 30 и 7,5 соответственно. Тоже довольно таки неплохие показатели. Показатели стоимости тоже свидетельствуют, что у компании все в порядке. P&E компании равняется 14,5. А форвардный или же прогнозный чуть больше 15. Компания окупает свои чистые прибыли, то есть свою капитализацию буквально за 15 лет. В целом этот показатель в районе нормы. Напоминаю, что норма для американского рынка это 15,20. То есть наша компания находится в принципе даже в таком положении ближе к недооценке. Так что со всеми показателями как дохода, так и долгов, и маржинальности, и показателей стоимости у компании нет проблем. Компания отлично себя чувствует, но естественно так как это пищевая компания, она не растет быстро. Зато она очень и очень стабильна. И даже в кризисные времена она будет показывать отличную динамику. Мы можем увидеть, что у компании увеличивается ее акционерный капитал из года в год. И за последние 4 года акционерный капитал в компании вырос почти в 2 раза, что конечно же нас очень радует. Но конечно же мы никак не могли пропустить тему дивидендов. Ведь этот выпуск все-таки про дивидендные акции. Ну и дивиденды компании составляют 2 доллара 4 цента на одну акцию. Или же 3,57% на вложенный капитал. При этом payout ratio, или же сколько компания тратит на дивиденды от ее доходов, составляет лишь 55%. Что является вполне нормальным и безопасным уровнем. То есть что свидетельствует о том, что компания вполне может наращивать дивиденды. Как мы видим с историей выплаты дивидендов, тоже все в порядке. Компания, несмотря на все кризисы, продолжала выплачивать дивиденды. Поэтому если случится кризис, эта акция просядет очень слабо. И продолжит выплачивать дивиденды, на которые вы уже, как я уже говорил ранее, сможете докупить более рискованные ростовые активы. Либо же какие-то другие акции, рост плюс дивидендов и так далее. Ну и второй компанией в нашем выпуске будет компания Consolidated Edison. Ticker ID. Регулируемая коммунальная компания с солидной репутацией дивидендного аристократа. Consolidated Edison предлагает пар, природный газ и электричество клиентов в Нью-Йорке и не только. Спрос на эти предложения не является циклическим, поскольку потребителям по-прежнему необходимо отапливать свои дома, готовить еду и включать свет, холодильники, телевизоры и так далее. Даже во время рецессии им все это нужно делать и, естественно, платить по счетам. Нашей компании тоже нужно. Как мы все знаем, коммунальный сектор в принципе очень закредитованный. И наша компания в частности. Наша компания даже, можно сказать, закредитована чуть больше, чем в среднем по индустрии. Это, конечно же, не может нас радовать, но при этом компания справляется с долгами и старается улучшить свое финансовое положение. Я очень надеюсь, что менеджмент исправит ситуацию с долговой нагрузкой. Ну а показатель Interest Coverage равен 2,67, что в принципе даже для отрасли довольно-таки низкий показатель. Что, конечно же, нас как инвесторов, ну, расстраивает, откровенно говоря. Средний показатель по отрасли 3,8. Если менеджмент решит проблему с долгами, то это будет очень хорошо, потому что сейчас ситуация с долгами хоть и не критична, но находится на грани. Поэтому хотелось бы улучшения ситуации с долгами. Но у компании есть существенный плюс. Это, конечно же, ее дивиденды. И по текущей цене они составляют доходность на вложенный капитал 4,3%. Что очень большие дивиденды, как для рынка США. Дивиденды растут вот уже 46 лет подряд. Это значит, что компания является дивидендным аристократом. При payout ratio, или же сколько компания тратит на дивиденды от ее чистой прибыли, в 75%. Что, конечно же, не сказать, что прям критично, потому что критичный показатель лично для меня это выше 80%. Ну и компании еще планируют наращивать объемы выручки и чистой прибыли, поэтому, я думаю, здесь ничего страшного нет. Не стоит пугаться таким неприятным показателем, потому что в целом коммунальный сектор имеет такую особенность. Я думаю, компания сейчас наладит свое финансовое положение и все придет, в принципе, в норму. Показатель стоимости P на E равен 17,5%. Прогнозный или же форвардный P на E равен 16,5%, что, в принципе, в пределах нормы. Также чистая маржинальность бизнеса составляет 11%, что в целом чуть лучше, чем средняя по индустрии. Средняя по индустрии составляет 7,5%. То есть наша компания работает прибыльнее, чем ее конкуренты. Это очень хорошо. Что еще мне нравится в Consolidated Edison, это ее зеленая энергетика. Компания адаптируется под новую реальность и 71% электричества она вырабатывает из возобновляемых источников энергии. И 29% из природного газа. Так как это зеленая энергетика, то она, естественно, попадает под программу Джо Байдена, которая будет поддерживать все компании, которые занимаются экологией и зеленой энергетикой. Ну и, конечно же, нашу компанию в частности. Поэтому поддержка у нашей компании будет неплохая. Компания лишь решить бы проблему с долгами и все будет хорошо. Поэтому, скажу честно, компания мне нравится, но сейчас довольно-таки неприятная ситуация с долгами. Если менеджмент сможет с ней справиться, то компания будет очень и очень хороша с собой. Но даже сейчас компания не имеет особых рисков. Даже если случится кризис, то компания продолжит зарабатывать примерно те же деньги. Так как коммунальные платежи обязательны для всех. Ну и последней компанией на сегодня будет компания Lockheed Martin, тикер LMT. Ну а на эту компанию я делал подробный обзор. И если же вы хотите узнать о ее бизнесе побольше, то обязательно приходите по подсказке или ссылке в описании. И смотрите этот обзор. Там я рассказал о всех плюсах и минусах во всех аспектах бизнеса. Поэтому приходите обязательно, смотрите. Ну а сейчас, для тех, кто не хочет смотреть длинный обзор, я кратко расскажу о компании. Это одна из моих любимых компаний. Если сказать честно, компания очень надежная и очень стабильная. Так как работает с правительством США. И естественно, госконтракты защищают ее от любых кризисов и потрясений. Единственным риском этой компании может быть сворачивание или уменьшение бюджета на военную промышленность. Но естественно, это не предвидится, так как США не планируют терять лидерство в военной мощи. Именно поэтому компания Lockheed Martin видится мне очень безопасной и при этом очень перспективной. Так как компания по текущим ценам очень даже недооценена. У компании отличные дивиденды и составляют они чуть больше 3% на вложенный капитал. Рост дивидендов продолжается вот уже как 18 лет. При среднем росте за последние 5 лет на 10% ежегодно. Это очень большой рост для дивидендов у такой крупной компании. При этом Payout Ratio составляет лишь 40%, что является очень безопасным уровнем и свидетельствует о том, что компания может наращивать дивиденды. Компания находится сейчас в просадке, поэтому показатели стоимости просто шикарные. ПНЕ компании равняется 14%, а прогнозный или форвардный ПНЕ равняется 12,7%, ну практически 13%. Что еще лучше? Это свидетельствует о явной недооценке компании. У компании ярко выраженный рост доходов и чистой прибыли. Также у компании неплохой рост денежных потоков или же Free Cash Flow. Что еще мне нравится у компании, так это ее чистая маржинальность. Она на неплохом уровне, чистая маржинальность составляет 10%, что выше индустрии примерно в 4 раза. Чтобы вы понимали, средняя по индустрии чуть больше 2,5%. Многие ругают Lockheed Martin за большие долги. Но на самом деле долги правда существенные, но компания с легкостью может их покрывать. Чтобы вы понимали, показатель Interest Coverage равняется 14%. Это значит, что для покрытия процентов по обязательствам компании нужна лишь 1,14% от ее доходов. Что конечно же очень безопасный уровень. Поэтому с долгами как таковой серьезной проблемы у компании нет. Но несмотря на это, последние годы мы наблюдаем все-таки динамику увеличения акционерного капитала и постепенного сокращения долговой нагрузки. Что конечно же все равно является положительным моментом и нас радует. Ну а на этом я заканчиваю. Если вам понравился этот выпуск, то обязательно пишите в комментариях. Я буду тогда продолжать эту рубрику. Поэтому пишите комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. А также не забывайте рассказывать друзьям, потому что мне очень нужна ваша поддержка. И спасибо всем большое за просмотр. Поэтому еще увидимся. До новых встреч, друзья. Ариэдерчи. Субтитры сделал DimaTorzok